Ярус искусственного холма пирамиды, вот такого ступенчатого, по блокам которого мы сейчас спускаемся, друзья, а спускаемся, чтобы увидеть вот этот какой-то массовый завал, поэтому будет очень интересно. Вы на youtube канале Забытые Руины. Много фотографий в моей группе в телеграм, она называется Нарния, все остальные группы это так, что-то левое насоздавали разные люди, вот итак Нарния и youtube канал Забытые Руины. Кто-то когда-то создал целую платформу, наверху там тоже сооружения, мы их показывали, а здесь Макс, дар речи теряю. Вообще не ждешь, скальный, а это оказывается все искусственная, гигантская искусственная платформа, гигантская искусственная платформа, ты подходишь, вон она, из гигантских блоков, разрушенное сооружение, из гигантских блоков, отсюда видно, что они до сих пор углы острые, они порезаются, буквально можно. Да качество, под вот этой пирамидой, под платформой, дальше снова комплекс, причем настолько в руинах. Ты можешь подойти поближе, я покажу хотя бы зрителям, чтобы наши зрители понимали масштаб. Вот Макс самый высокий, 2 метра высотой человек, Ох ты, Макс, оно даже в своем разрушении абсолютно великое. Невероятно, посмотри какая полигональная стена, она же уцелела, ей же вообще ничего, она же не дрогнула, ни камушек ни в какую сторону не ушел. Ну да, тут вот, то есть как получилось, что вот этот сегмент у нас разрушен, этот полностью уцелел, сейчас света прибавлю, вот-вот-вот-вот-вот, против солнца, к сожалению, внутри жесть, внутри рухнула крыша, полностью рухнула, блоки с отличными гранями. Видите, какие грани у блоков. Когда нет эрозии и когда не добрались люди, то вот такие блоки хорошо заметны, что они прекрасно обработаны. Колонны я уже вас не донимаю колоннами, друзья. Колонны это нечто. Я предлагаю обойти его, да не говори, не говори, я предлагаю обойти его по периметру, просто понять, посмотреть вообще. Макс, ну у меня для тебя плохие новости, это же не закончено еще. Да я шучу, конечно, вопрос о плохих новостях. Огромный рукотворный холм, под ним стоит, ой, а там следующее что-то. Или это у нас стена, слушай, это стена, это периметр еще. В центре периметра пирамида, и на горе стоят объекты. А здесь, ух ты, как ты говоришь, Матерь Божья. Матерь Божья, оно натурально, как оно и есть. Это же развал. Ты посмотри, какой развал. Развал. Обрати внимание, что блоки развалились, но сами по себе они не потрескались, не лукнули, нигде нету мелкой щебенки, они не треснули. Они развалились, ровно плюс-минус той же формы, в которой они были. Да. То есть они сохранили свою форму. Свою форму они сохранили, они сейчас только у нас заросли. Давай обойдем, а потом посмотрим, как нам полазить. Да. Просто чтобы понять, потому что туда, там опять какие-то сооружения. Вот это натуральный Индиана Джонс. Индиана Джонс. В чистом, в чистом виде. Ютуб канал Забытые Руины, два Макса сегодня, да? Макс, мощь какая. Добавляйтесь, друзья, и добавляйтесь в группу Телеграм в Нарнии, потому что подробности, вот фотоблоков, например, какие-то детали, элементы, все это будет там. В Ютубе, к сожалению, не получается это размещать. Личное общение с Максимом Юрьевичем. Да, 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 и личное общение вдобавок ко всему. Знаешь, пугает дорога в каком плане? То есть там может быть еще сколько всего угодно. Это цикл, это все безостановочно связанные вещи. Каких-то... А декор какой роскошный, хоть и в эрозии. Ну вот здесь с тобой, не дай бог, что-то случится, даже не во время строительства, а сейчас. Ну, не будем радостны, но новости радовать злопыхателей, все нормально. Фантастика. Масштаб камня, вообще он, правда, не соотносится, он ни с размерами человека не соотносится, ни с представлениями о... В камеру не влазит. Конечно, это не помещается в камеру. Ни с представлениями о том, что вообще доступно людям, которые рис в болоте выращивают. И как нам говорится... В 13-м веке. В 13-м веке, в 12-м, ага. И как нам говорится, они приходили и это все создавали здесь. Так, по настроению в перерывах между малярийными комарами и рис в жиже по колено выращивание. Никак. Только вот, знаешь, вот стоит человек. Давай подойду. Вот, да, да, да. Вот только так, Максим. А мы потом с тобой сядем, поставим опять камеру и поснимаем, как нам хочется. Тут можно даже 360 было снимать. Да. Давай хоть немного стеной пройдем, просто понять, как это... В кустах все время все шевелится. Ну, она, ты знаешь, вполне даже уцелела. Когда вот это вот почему-то не разрушено, а вот это разрушено просто в ноль. В ноль. А стена, хотя она более уязвима, она просто прямая линия. Да, абсолютно точно. Если бы это было какой-то естественный процесс, то здесь бы попадало все. Ну, да. Тут о реставрации речи быть не может. Никто не будет стену реставрировать, чтобы... Давай хоть до угла дойдем, посмотрим просто и серия, чем оно заканчивается. Нет, разрушение центральное, ты же заметил, опять центральное сооружение уничтожено. Да. А центральное должно быть теоретически самым крепким, потому что сбросила кобра, сбросила кожу. Ну да, на этой радостной ноте, да? Это на тему того, что на такси доедешь спокойненько себе гуляешь? Да, да, да. Гуляешь. Ну здесь, видишь, хотя бы подметают листву. Видно, что тут метут. Ну вот, угол вроде как обозначен. Слушай, ну вот, ты создаешь сверху пирамиду, сверху там сооружение. Потом спускаешься, строишь эти стены. Масштаб, объем стены-то постройки каков. Да, 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 стена это еще целое сооружение огромное. И я думаю, что там наверху куча всего, а там внизу куча всего под стеной. Да вообще непонятно. Ты знаешь, я даже не знаю, наверное, надо заканчивать. А нет, вон выпали блоки, давай дойдем до выпавших блоков и ограничимся. Нет, тут не копнуть, тут ужас в том, что это раскопать просто и за тысячи лет нереально. Здесь нужно сначала сделать глобальную вырубку деревьев, то есть нужно выкорчевывание деревьев, очистку от зелени. И после этого только ты можешь что-то более-менее копать, начать там. Зеленые не дадут, скажут. Не дадут, нет. Как это? Нет, нет, может, если разрешение соответствующее. Да понятно, что это надо уже. Долго и сложно. Все, мы дошли до угла. Вот он. Все кусты бегают. В кустах все шевелится, да. Ну, ты знаешь, молодцы, что тут подметают. Тропинки-то вот тут есть. Ох ты. Ну, а там какие-то блоки лежат. Я не знаю, сколько тут можно ходить. Вот эта часть стены полностью рухнула. Здесь ходили, наверное. То есть тут, тут просто, просто все разрушилось. Какой пойдем? В ту сторону? И туда? Карту какую-то нарисовали. Все выглядит. Нет, просто ты иди куда-нибудь. Все найдешь, что твое. Все найдешь, что твое. Все найдешь, что твое. Все, что найдешь, что твое. Ага. Числово. А там Гапура. И еще одна линия. Мы что, идем туда? Да. Я даже знаю, куда идти. Уйдем. У нас объект. Ну, давай пройдем. Да. Даже если мы пропустим, не доедем до следующего, мы сами все хозяева. Вот это отличается экспедицией от туристических объектов, когда вас все время куда-то гонят. То есть вы должны куда-то идти. Мы никуда, никому ничего не должны. Наша задача посмотреть. Вот хочется увидеть. Осторожно. Осторожно. Дева. Ну, к счастью, здесь... Вот сделайте посередине. Подальше от камней. К счастью, здесь хотя бы подметают. Вот это к чести большой. Комплекс. То есть они знают, что это очень значимый комплекс. Почему о нем... Если б не наш проводник, я о нем даже не слышал. Фотографии о нем 5 штук ровно. 5. И я тоже не буду выкладывать. Комплекс показывает вообще нигде, ни в каком сегменте интернет. Да, мне говорят, как ты их находишь? Я говорю, да вот с какими-то кучей стечением обстоятельств неведомых. Где-то просто едешь у дороги, увидишь стрелочку. Сколько? Где-то что-то торчит. Как вот последний перед отъездом в Малой Азии. Где-то как наш тук-тукер. И говорит, вы знаете, а вот... Я говорю, мы хотим вот туда поехать завтра. Он говорит, да кого тут еще есть? По пути. И показал я там, думаю, пять фоток. Ну, думаю, ну ладно, заедем уж по пути. Потому что тип такого, знаешь, вот тип такой фотки. Там что-то разваленное, что-то маленькое. Там огромное. Ну, мы дальше, наверное... Даже не знаю. О, господи. Макс. Да ёшкин кот. Да что-то в этом... Нам один даже одного дня не спать. Да что-то вы творите-то. Нам одного дня не спать. Нам одного дня не спать. Ну, так же нельзя. Вы тоже уже это видите. Господи. Это, подожди, это же другой. Да. Это где-то по... Где-то с угла вот этого. Восточного угла. Мы ушли далеко от того места. Мы ушли далеко от того места, где мы начинали. Вот где здесь синие рубашечники уже на всякий случай? К великому... А, теперь ты уже волнуешься. Я просто думаю, что на всякий случай ты как бы... Ну да, да, да. Ну, не дай бог, один человек вот так. Макс, там какие-то завалы сплошные. Ты посмотри, чё. Ты посмотри, чё. Опять... Это же не на эту, наверное, пирамиду подъём. Нет. Нет. Это что-то другое. Это... Вы не понимаете... Вы не понимаете, это другое. Зрители скажут, а вы не достали. Вы там сказали, давай мы просто обойдём по кругу. Жесть. Может, вы уже дальше пойдёте? Да, да, да. Мне тоже, как... Как вчера написали. Можете вы уже дальше пойдёте. Водосток, кстати, выделен. Да. Иногда можно встретить... Ну, они, в принципе... Разрушенное... Разрушенное почти сооружение рассыпавшееся. Макс, и там внизу сколько всего. Это что такое-то? Наш, наверное, бедный тук-тукер скажет, они там ещё сколько можно зависать. И он с нами тоже не пошёл. Ну, он не пошёл, но потому что... Он в храме остановился? Да, он там на храме завис, ему нужно отправлять ритуал. Вот это блоки. Сегодня... Не, маленькие блоки это вообще не для них. Это не их стиль. Как и маленькие ступени. Мельчайшие только детали при этом. То есть, если бы они всё делали крупно, но они эти огромные блоки оформляли в какие-то чудесного образа элементы. А где вход? Ну, как таковое, видимо, с той стороны вход. Вот видишь, они и башни. Они даже не поставили тут знаки, не лазить. А там, похоже, прут ещё. Да. Так. Ну, у нас, конечно, зрители, наверное, это... Скажут, да вы достали ходить. Ну, пойдём вот до неё, посмотрим пруд и уже пойдём вернёмся. Ну, чтоб вот... А сто процентов дальше будет что-нибудь ещё... Чтоб по логике. Ну, пойдём, да нет. Ну, мы же... Мы сейчас обойдём вверх. У нас целый день. Вода у нас есть, это самое главное. А я ещё думаю, зачем я взял большую бутылку воды. Объект-то ведь маленький. Представляешь, что мы смотрели наверху, а внизу-то вообще превосходит. Да, да, да. Даже не ожидаю. Макс, это пруд? Давай, просто. Это реально. Пойдём здесь, по-моему, там тоже что-то есть. Просто до края доходишь по нему, понимаешь, что это гигантская рукотворная платформа, за ней гигантское сооружение. Комплекс сооружения. И следующее, следующее, следующее. Да мы вдоль стены пройдём. Ой, ага. Ой, какая красота. Ой, как. Тьфу. Все время что-то в кустах шевелится, вздрагиваешь, как ненормальный в листве в этой. Макс, смотри, здесь он до сих пор ещё наполняется водой, но только в сезон дождей он уже весь заболотился. Грущевик, что ли? Нет, это лотосы. Да-да-да, это вот кувшинки большие очень. И опять, и пруд искусственный. Полностью, периметр у него весь полностью искусственный. И вот эти ребята по всему, по всей Камбодже понастроили в 12 веке гигантских мегалитических комплексов. И в моменте решили, знаете. Надо успеть обойти. А потом это всё с проекта свернули. Шалость удалась. Ну, мне кажется, уже попробовать к тем всё-таки вернуться. Вот этот изучить. Круг. Ну, тогда здесь предлагаю. Так вот, что ли, вдоль стены? Надо только воды попить. Вдоль стены. Ну, давай тихонько. До встречи на YouTube-канале Забытые руины. Я понимаю, друзья, что вам, может быть, хочется каких-то подробностей. Подробностей будут в других видео. Я... Да-да-да-да. Нет, 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 нет. Это всё, это всё в чистом виде. Я имею в виду подробности, чтобы подойти и показали. Но нам масштаб хотя бы осмыслить. Масштаб этих сооружений, когда ты где-то ходишь. Ни одного человека только можно. Да. До встречи на YouTube-канале Забытые руины. Добавляйтесь в группу в Telegram, в группу Нарния. Всё обязательно размещу. Если есть какие-то левые группы, вам предлагают. Значит, это другие люди, которые просто пользуются и выдают мои видео за свои. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok